Все о танках. Так называется новая праздничная выставка в Ярославском музее боевой славы, которая откроется для посетителей 9 мая. На самом деле это будет лишь часть большой праздничной программы. А что еще интересного увидят гости музея, об этом прямо сейчас мы поговорим с нашими гостями. Михаилом Кербиковым, заведующим отделом военной истории Ярославского музея-заповедника, и Анастасией Шевчук, куратором праздника в музее боевой славы. Сам вам доброе утро. Доброе утро. Музей боевой славы каждый год удивляет ярославцев какими-нибудь интересными, интерактивными, что важно, программами, посвященными Дню Победы. Что в этом году ждать, чем будете удивлять, что интересного приготовили? Спасибо. Ну, во-первых, мы хотим поздравить всех с этим праздником. Для нас это действительно праздник. Это самое важное, наверное, узловая точка в году для музея. Ну и, как вы сказали, в музее функция удивлять в том числе. Не только мы храним наследие, но сейчас в том числе и стараемся удивлять. И программа у нас достаточно большая задумана. Ну, вот какие-то моменты, они хорошо известны. То, что люди любят, то, ради чего они приходят. Собственно, как мы иногда называем, три кита, на которых 9 мая покоится. Это полевая кухня, это каша, это концерты на улице, концертная программа и игра для детей на улице в том числе. Но, кроме этого, конечно, как мы упоминали, выставка, все о танках. У нас есть традиционные наши добрые партнеры в 9 мая. Это клуб стендового моделизма Т-34. Спасибо ребятам. Это Волжский рубеж, реконструкторы. И клуб «Берегись автомобили». Это старинные ретроавтомобили. Ничего себе. Ну, а в этом году еще и новые партнеры. Вот, Анастасия, может быть. Да, у нас праздничная программа в этом году немножко иная. В ней, кстати, будет одна тоже небольшая изюминка. Кроме того, что у нас будет и оркестр выступать, и детская школа искусств, будут и танцы, и стихи. Но в этом году в праздничном концерте мы решили ставить такую рубрику, как «Свободный микрофон». Ничего себе. В прошлом году у нас появились желающие, которые очень хотели выступить именно у Музея боевой славы в этот праздник, в День Победы. И мы решили предоставить эту возможность, потому что ведь в каждом классе, в каждой школе, наверное, все готовятся к 9 мая. Может быть, и вы тоже поете или читаете стихи. Тоже можете прийти и подготовить. И 9 мая можно выступить на вот этой площадке в специально отведенное время. То есть никакой цензуры вообще? Ну, конечно, это должно быть соответствовать тематике, это должен быть какой-то номер, естественно, соответствующий этой теме. Общий стилистик. 9 мая, конечно, да. Естественно, какая-то цензура все-таки будет. Ну, здорово. Я уверена, что будет пользоваться успехом обязательно «Свободный микрофон». Знаем мы, что Клуб исторической реконструкции также принимает участие в этом году. Что подготовили они? Да, в этом году они решили еще не только показывать и рассказывать, но еще и два занятия провести. Одно из них будет посвящено форме военной. Правильно? Да. Как правильно гладить и стирать военную форму? Нет. Больше историческая часть, хотя, я думаю, об этом тоже можно сказать, это о том, как эволюционировала форма советская военная, потому что там менялось. Зачастую у людей эти вопросы возникают, как, к примеру, там звание определить до появления погон, как-то треугольнички эмалевые были, какие-то нашивки были. Вот это все чрезвычайно интересно, именно обмундирование его истории. Ну а кроме этого, также и... По стариковому оружию. Да, то есть два занятия, которые будут в определенное время, где можно будет подойти и задать свои вопросы, посмотреть и узнать об этом более подробно. В общем, вы тоже идете в ногу со временем. Получается, как сейчас модно, да, да, эти интерактивные такие блоки людям вашего праздника. Про выставку танков все-таки чуть-чуть расскажите поподробнее. Ну, вот я, в частности, сотрудничаю уже не первый год с ребятами из клуба стендового моделизма Т-34, хотя там не только ребята, там люди очень разного возраста, разных профессий, которых объединяет тема моделирования, это военная техника разных лет. Ну, кто-то в большей степени специализируется на Второй мировой войне. То есть все о танках. Танки, вещь чрезвычайно популярна, это и в массовой культуре мы знаем, это как бы и игры, это и кино и так далее. И вот в этом году мы решили выбрать тему танки. То есть и ранние, как известно, там первые танки, это еще Первая мировая была, там, первые, там, сначала английские танки, потом французские, Рено появились. Потом это 30-е годы, один из массовых танковых парков, это СССР был, одни из лучших танков были, там, на начало 30-х годов. И более поздние образцы, уже близкие к современности, которые там... Это модели и, понятно, что они в масштабе, модели и диорамы. Но вот тут есть некий нюанс, не все, может быть, понимают, что есть такое понятие, как макет, а есть понятие модель. Давайте разъясним. Макет, он имеет в большей степени условности. Модель, она стремится, автор ее к точному воспроизведению деталей, вплоть до заклепок, люков. Да, то есть в масштабе это должно в большей степени соответствовать реальному образцу какому-то. Почему и люди, которые занимаются там моделями, что они, как правило, так же, как реконструкторы, не просто энтузиасты своего дела, а глубокие знатоки. То есть они начитывают те же энциклопедии, мемуары, фотографии отсматривают. Вот, к примеру, люди, когда создают диораму, они зачастую не из фантазии, не из головы ее создают. К примеру, там фотография есть, там, времен войны. То есть они стремятся узнать еще и в документах про это событие, все, чтобы, что называется, вдохнуть жизнь. Это действительно серьезная творческая работа, потому что для создания моделей там полгода надо, год. Иногда некоторая там и больше, ну, кропотливая, тем более там же это все маленькая. Чувствуются увлечены этим образцом. Нет, я, как бы, так сказать, не смог бы, не усидел, да. Но это интересно, потому что с помощью этого мы тоже историю познаем. Про музей боевые славы давай спросим. Давай, спрашивай. Будут ли какие-то новые образцы к 9-му моему музею боевые славы? Военной техники, естественно. У нас то, что рядом, рядом с музеем последний, это было БМД-1, поставили, где памятник Маргелову. Пока, ну, вот, не предвидится. Хотя мы, конечно, всегда желаем. Но все равно есть на что посмотреть. Есть, да, там. И можно будет посетить экскурсию, которая будет как раз по парку военной техники, где можно будет узнать о всей той технике, что расположено на территории. Отлично. Ну что ж, огромное спасибо за интересный рассказ. Мы желаем удачи в проведении такого обширного и великого мероприятия. Я напоминаю, что нашими гостями сегодня были Михаил Кербиков, заведующий отделом военной истории Ярославского музея-заповедника, и Анастасия Шевчук, куратор праздника Музея боевой славы. С вами доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.